Девушки отдыхают Дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарки нам принес, оленище волосатый Всем привет ребята, с вами Джофф и я надеюсь, что сегодня у вас такое же предновогоднее и праздничное настроение, как и у меня Потому что сегодня я буду для вас самым настоящим Дедом Морозом и подарю вам целый мешок сладостей Сегодня выходит новая сборка модов уже для патча 0.8.2 Это будет четвертая версия модпака и самая насыщенная из всех Она будет включать в себя не только те моды, которые использую я, но и некоторые другие, которые я включил в сборку специально по вашим просьбам Так что надеюсь, что мы все останемся довольны Вы тем, что скачали удобные моды и стали играть еще лучше А я тем, что вы оставили приятные комментарии, подписались на канал и конечно же лайкнули видео На этом закончим с лирикой и перейдем собственно к делу Для начала я кратко перечислю те моды, которые остались без изменений А потом подробно ознакомлю вас со всеми новыми Сделаем мы это в стиле телевизионного магазина на диване Так что думаю, скучно вам не будет Надоело промахиваться в бою? Не видите шкалы перезарядки? С трудом различаете сведения в жарких баталиях? Поставьте удобный прицел от жоба Четкие линии и идеальные пропорции Время перезарядки, количество хп, яркое и четкое сведение Единственный минус Из зажатых сроков нам пока что не удалось найти индикаторы углов горизонтальной наводки Для САУ и ПТ-САУ Чтобы они не конфликтовали с новым модом XVM Но вы не волнуйтесь В ближайшее время мы их обязательно найдем и обновим модпак Так что следите за новостями в нашей группе ВКонтакте Не нравится чернота в снайперском режиме? Уберите ее Мод на удаление черноты в снайперском режиме Помогает легче выцеливать врагов в жарких замесах И легче прицеливаться при стрельбе на дальние дистанции Весьма полезная вещь Хотите почувствовать себя Аки Сокол в небе? Ставьте мод на отдаление камеры Отдаление камеры очень удобная штука Которая поможет осматривать вам карту с высоты птичьего полета И заглядывать за углы зданий Надоело вглядываться в мелкие маркеры на миникарте? Поставьте улучшенную миникарту Там есть большие, сочные значки техники И отдельные маркеры для тяжелых танков 10 уровня Не понимаете куда пропал урон вашей любимой БЛ-10? Удивляетесь почему противник все еще жив? Звоночек критического повреждения подскажет вам, критовали ли вы что-нибудь противнику А голосовое обнаружение врагов Весьма удобная вещь, если вы иногда забываете взглянуть на миникарту И боитесь, что вам кто-то зайдет с тыла Вас раздражают разноцветные камуфляжи? Бесят противники, которые прячутся за трупами танков? В нашем модпаке есть мод на отключение камуфляжа и мод на белые трупы танков С первым легче выцеливать слабые точки противников и игра не выглядит как попугай кеша А белые трупы танков помогут в ситуациях, когда ваш враг прятался за трупом и в него очень трудно попасть Не нравится туман на картах? Устали от желтизны в игре? Тогда это мод на все 100% для вас Данная модификация убирает туман с карт и отключает блюр в игре, который и делает ее желтоватой Кстати, убрать туман можно двумя способами Кардинальным, тем что показан в видео И более мягким, альтернативным, который есть в модпаке Любите пофапать на циферке так же как мы? Тогда не забудьте поставить расширенную боевую статистику игрока Которая включает в себя общую стату в ангаре, отсортированную и с подробными данными по каждой машине После боевую статистику с удобной сортировкой по опыту урону и прочим показателям И сессионную статистику, которая показывает процент побед за вечер и количество заработанных кредитов У вас слабый компьютер и вы играете с 15 фпс? Помогите себе сами Поставьте программу в твикер, которая убирает все лишние спецэффекты из игры Вы можете на выбор отключить более 10 эффектов и сами решить, что вам нужно, а без чего можно и обойтись Не стоит мучить себя и своего железного друга Одна программа и все ваши проблемы будут решены Итак, теперь дорогие зрители, мы поговорим уже с более серьезным тоном Ибо мы подходим к тем модам, которые являются новичками в нашей сборке Первая, это новая панель повреждений Она стала чуть меньше, чуть более строгой и чуть более темной На темном фоне очень удобно читаются криты модулей и экипажа Справа видно сколько урона нанесли по вам противники или союзники, если вам конечно не очень повезло с командой Самое важное нововведение в этой панели, это индикатор скорости ремонта модулей Как вы знаете, в патче 0.8.2 разработчики ввели в обычной панели индикатор скорости ремонта Там он представлен в виде заполняющейся картинки В моей панели повреждений он сделан в виде больших белых цифр, что в разы читабельнее и удобнее В целом могу сказать, что это одна из наиболее удобных дамаг панелей, которые вообще у меня когда-то были Очень рекомендую к использованию Еще один новый мод в нашей сборке это фирменный ангар от канала Уголок Нагибатора Это так сказать мой новогодний подарок всем фанатам и просто зрителям моего канала Абсолютный минимализм и удобство ничего лишнего и отвлекающего глаз К слову, кроме внешней красоты, такой ангар еще и немного разгрузит ваш компьютер Подойдет тем игрокам, которые любят простоту и минимализм И, наконец-то, изюминка нашего сегодняшнего модпака Это новый комплексный мод XVM, приемник старого ОТМа Что же такое XVM? XVM это комплексный мод, который включает в себя не одно, а сразу несколько модификаций интерфейса И сейчас я их вам перечислю Первое, это, конечно, удобные маркеры над техникой Они видны на любом расстоянии и легко читаются И у них есть одно очень важное преимущество перед маркерами от Wargaming Урон, который наносите вы, выделяется специальным золотистым цветом Таким образом, вы всегда будете в курсе, кому и сколько нанесли урона И ваш выстрел не затеряется даже в самых жарких замесах Второе, это таблица подсчета урона в реальном времени Прямо во время боя, вверху высвечиваются данные о том, кому, сколько и когда вы нанесли урона Очень удобная вещь для статистов и просто игроков, желающих прямо во время боя Пофапать на свой скилл и прямые руки, которые растут прямо из мозга Третий пункт, мод полоски захвата базы Раньше мы не знали, сколько игроков стоит на захвате И могли только догадываться о том, сколько же у нас осталось времени до того, как враги захватят нашу базу В XVM есть модификация, которая показывает количество игроков в круге флага И рассчитывает время до окончания захвата Весьма и весьма полезная вещь для любого игрока И один из наиболее важных модов вообще в игре, как на мой взгляд Четвертое, это индикатор стоковых танков Как вы знаете, в любом бою среди врагов встречаются игроки на стоковых машинах Для вашего удобства в XVM встроен модуль, который показывает, у кого стоит стоковая башня, а у кого топовая Игроки со стоковой комплектацией выделяются звездочкой рядом с ником В принципе, опытные игроки и так знают количество хп для сток машин Но новичкам данное улучшение будет очень полезно И последнее, лампочка Теперь она не является отдельным модом, а строена прямо в XVM Плюс состоит в том, что вы можете сами менять картинку навыка Для этого надо всего лишь найти изображение в формате PNG Переименовать его в Six Science И поместить в специальную папку, как показано в видео В комментариях к прошлому видео вы попросили включить в модпак некоторые полезные моды, которыми я лично сам не пользуюсь Я учел ваши пожелания и сделал в новой сборке отдельный раздел под названием «Дополнительные моды» Дополнительные моды – это те моды, которыми Джофф не пользуется, но которые все равно вам рекомендуют как весьма полезные Сам я их не ставил, поэтому кратко покажу их вам в виде картинок и скринов Первонаперво – новые прицелы У нас есть три дополнительных прицела Как у Кирилла Орешкина, как у Вспышки и исторический прицел для любителей реализма Если вдруг вам не по душе прицела Джоффа, вы можете поставить любой из этих трех Также для удобства идентификации в дополнительные моды мы включили и улучшенные иконки танков Обычный или 3D Если вы новичок в мире танков и плохо ориентируетесь в списке команд, этот мод именно для вас А для лучшей читабельности есть улучшенные иконки расходников Удобная вещь, которую, наверное, даже я себе поставлю И последняя, и при этом самая важная среди дополнительных модов В этот модпак мы добавили шкурки танков с зонами пробития Этот мод будет интересен как новичкам, так уже и опытным игрокам Он позволяет лучше запомнить уязвимые точки противников и выучить наизусть, где у танков расположены различные модули Двигатель, БК, баки или механизм поворота башни Весьма удобная вещь, которая дает довольно весомое преимущество над противником в бою Рекомендую к использованию Итак, дорогие зрители, а теперь я, собственно, расскажу, где же найти мои моды, как их скачать и как их установить Во-первых, нам нужно перейти на YouTube, потому что только тут они лежат Вы смотрите видео, если вам оно понравилось, лайкайте и подписывайтесь на канал Дальше скроллите немного вниз Тут видите кнопочку развернуть, нажимаем ее Опять же, опускаемся вниз, 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 вниз И тут вы увидите несколько ссылок Будет всего три ссылки На основной модпак, на дополнительные моды и на шкурки Вы качаете то, что вам понравилось И мы переходим в папку Если вы скачали все три файла, у вас получится следующее Джофф модпак 0.8.2, Джофф модпак с дополнительными модами и Джофф модпак с шкурками Как же их установить? Нажимаем сюда, в атаку, в атаку, окей И обязательно, ребята, посмотрите, какой же у вас путь Он должен выглядеть вот так вот C, Games, World of Tanks Все, больше ничего тут быть не должно То есть ваш диск, папка с игрой, если она есть И просто мир танков Жмем в атаку и тут окей Тут же вы можете выбрать, какие моды вам нравятся, какие нет Если вам не нравится, просто отжимаете галочку и мод устанавливаться не будет Важно, ребята, то, что у некоторых модов есть два варианта Первый и альтернативный Вам надо обязательно поставить какой-то один из двух И при этом ни в коем случае не ставить целых два Как только вы выбрали те моды, которые вам понравились Вы нажимаете по галочкам, жмете в атаку и просто устанавливаете С дополнительными модами, та же ситуация В атаку, так точно, в атаку Проверяем путь, в атаку Но тут есть один нюанс Как видите, тут есть несколько прицелов и несколько иконок танков И тут же, опять же, ребята, вам надо обязательно выбрать только один прицел И только одни иконки, а не все сразу Как только вы выбрали какие-то определенные моды Вы жмете галочку, еще одну галочку Выбираете то, что вам нужно, потом в атаку И ставите Вот и все Ну что ж, на этом, дорогие зрители, я с вами прощаюсь И желаю вам отличных нагибов в конце этого года и уже в новом году Пусть у вас все получается Пусть все ваши самые эпичные бои заканчиваются победами И каждый из прим танков фармит, как сотни гастарбайтеров С вами был Джофф Всяческих вам благ и удачи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...